Ну что ж, всем привет! Сегодня мы с вами продолжим эту тему, что начали в прошлый раз, а именно поиск дубликатов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как искать дубликаты в очень большом множестве документов. Ну и кроме того, обсудим такую вещь, как удаление обвязки. Итак, приступим. Что мы с вами узнали в прошлый раз? Давайте, для разогрева. Мы узнали, что такое дубликаты, что такое сигнатуры, что такое метрики, как все это можно использовать для сравнения двух документов на тему того дубликата, они или нет. Кроме того, узнали о том, что такое шинглы и что это самый естественный математический подход к тому, чтобы искать дубликаты. Меру Жаккара, которую можно использовать для их сравнения. Ну и алгоритм Бродера, как улучшение поиска дубликатов в относительно большом множестве использования шинглов. Итак, сегодня мы поговорим опять-таки о поиске дубликатов, но в больших коллекциях. Значит, разберемся с такой вещью, как local-sensitive хэшинг, то есть поиск нечетких дубликатов. Итак, почему нельзя воспользоваться тем вот прошлым стандартным алгоритмом? Например, у нас есть 80 миллиардов документов. Ну, то есть, если вы помните, на практике было дополнительное задание посчитать количество сравнений. Если вы это сделали, вы примерно представили, сколько надо сравнений для всего-навсего 12 документов. Для 80 миллиардов, в частности, попарное сравнение дает уже 32 на 10 двадцатой степени сравнений. То есть, вы представляете, это число с 20 нулями. Значит, даже если мы вдруг применим алгоритм Бродера, который значительно сократит количество сравнений, если хотя бы один элемент при этом в сигнатуре будет еще у половины документов, то мы получим незначительное, на самом деле, сокращение, всего лишь 4 раза, то есть 8 на 10 двадцатой степени сравнений. Таким образом, если мы будем производить вычисления так, и каждое сравнение пары документов будет занимать всего лишь одну микросекунду, то на все сравнение вот этих 80 миллиардов документов у нас потратится 25 миллионов лет. К сожалению, таким временем мы не располагаем, поэтому нужно слегка усовершенствовать алгоритм. Итак, мы переходим к Local Sensitive Hashing. Значит, это алгоритм, который позволяет все так же, основываясь на шинглировании и на сигнатурах, построенных с его помощью, искать дубликаты в очень больших коллекциях. При этом самое очевидное улучшение, которое он производит, мы не ищем дубликаты, попарно перебирая все документы. Мы каким-то образом их группируем, кластеризуем и проводим сравнение уже в рамках каждого кластера, каждой группы. Итак, у нас есть документы. Для каждого документа все так же нам надо строить множество шинглов и на основании этих шинглов каким-либо образом строить сигнатуры. Способ сверток, который я показывала в прошлый раз, отлично здесь подходит. Далее мы строим для каждого документа вектор из n чисел, проводя все то же самое переход от конкретного шингла к его хэшу, далее хэшируя части сигнатуры. В итоге мы получаем вектор из n чисел. Этот вектор соответствует нашему документу и с его помощью мы можем определять для пары документов степень их подобия. Вот пример из прошлой лекции. Мы остановились на том, что в случае с тремя свертками мы получаем вот такой вот набор сигнатур для пяти документов. Это вы помните. Итак, что мы с ними сделаем теперь еще раз? Как мы улучшим? У нас было использовано n перестановок, то есть в сигнатуре n элементов. Мы можем разделить сигнатуру на несколько групп, в каждой из которых будет меньшее количество элементов, в данном случае r. Каждую такую группу мы пронумеруем, при этом не просто пронумеруем, но еще запомним позицию, в которой эта группа лежит. И в случае, если у нас совпадает хотя бы одна такая группа между двумя сигнатурами, то считаем, что пара документов является кандидатом в дубликаты. Сейчас объясню на примере. Вот у нас есть три сигнатуры. Мы каким-то образом, например, по две, по два элемента сигнатуры объединили их в одну группу. В случае, если группа из двух элементов в одной сигнатуре равна соответствующей группе в другой, то значит эти два документа являются кандидатами и мы можем сравнивать уже все сигнатуры, то есть то самое попарное сравнение проводить. Это в первом приближении реализации алгоритма. Соответственно, как мы это можем распространить на большое множество документов? Очевидно, что сравнивать все равно попарные части документов как-то нелогично, поэтому мы раскидываем эти группы элементов сигнатуры по корзинкам. В случае, если у нас эти группы по какому-либо, например, хэшу определяются в разные корзинки, мы считаем, что они разные, но очевидно. То есть либо можно, например, раскладывать их по значению. Здесь никакого сложного перехода нет. В случае, если у нас хэш от этих корзинок сходится к одному числу, то считаем, что он одинаковый. Это как один из способов, как их организовать между собой. Соответственно, можно их организовать по ключу. Это просто как улучшение. Это подгруппы сигнатуры. То есть сигнатура у нас была, например, из 20 элементов. Мы ее нарезали на 5 блоков по 4 числа в каждом. Соответственно, парты — это вот эти 4 числа вместе. Значит, почему это вообще будет работать? То есть смотрите, если у нас два документа являются дубликатами, то сигнатуры их будут совпадать, ну, с определенной долей вероятностью. Значит, независимо от того, на какие части мы их поделим, у нас эти части, любая из них, при сравнении с соответствующей частью другой сигнатуры похожего документа, тоже будут совпадать. То есть очевидно, что нам необязательно брать всю ее. В случае, если у нас в документах есть какие-то значительные отличия, настолько значительные, что они повлияли на строение сигнатуры, то, соответственно, определенное количество подгрупп в сигнатурах будет уже начинать различаться. Собственно, почему название алгоритма Local Sensitive Hashing? Что он чувствителен к локальным изменениям. Значит, если у нас вся сигнатура одинаковая и ее определенная часть отличается, либо отличается часть документа, которая была столь незначительна, что не вошла в сигнатуру. Давайте с точки зрения математики, например, на примере это рассмотрим. У нас есть 100 тысяч документов. Для каждого из них мы построим сигнатуру в 100 элементов. В итоге все это вместе у нас займет где-то 305 мегабайт, то есть не слишком большое значение, мы можем им оперировать в памяти. Установим порог подобия для этих документов, для того чтобы определить, дубликат они или нет, 80%. Далее вот эти вот сигнатуры, которые у нас по 100 элементов, разбиваем каждую из них на 20 групп по 5 элементов. В итоге получается, что вот эта новая сигнатура для документа будет уже состоять не из 100, а из 20 макроэлементов. Значит, мы можем работать уже с ними. Можем, например, их сконкорбинировать, если представлять их в виде строки стринга, ну, можем поступить более правильно, более технологично, захешировать каждую группу и получить, соответственно, новый инт. Таким образом, будет сигнатура не из 100 интов, а из 20. И все вместе объем, который будет это занимать, будет всего лишь 61 мегабайт, то есть еще меньше. Что дальше мы с ними сделаем и почему это будет работать? Ну вот, например, у нас есть два документа, чьи сигнатуры похожи между собой на 80%. Ну, очевидно, что такие документы мы будем считать дубликатами. Как мы сказали, 80% — это порог отсечения. Итак, если у нас порог подобия — это 80%, то, значит, из 100 изначальных элементов сигнатуры у нас 20 элементов будут различаться. Дальше поработаем с теорией вероятности. Значит, соответственно, вероятность того, что в отдельно взятые части из тех 20 групп, на которые мы нарезали всю сигнатуру, значит, вероятность того, что сигнатуры совпадут, составляет порядка 0,33. Не слишком большая вероятность, но при этом вероятность того, что они будут различаться по всем корзинам, то есть что вот эти 20 элементов равномерно распределяются по всем макро-группам, на которые мы разбили сигнатуры, еще меньше. Мы можем считать, что это false negative срабатывание, и на самом деле вот этой погрешности мы можем пренебречь, так как у нас все-таки алгоритм дает значительное улучшение. Дальше. Почему у нас не попадут в это сравнение те документы, которые различаются очень сильно? Например, у нас два документа похожи всего лишь на 40%. В таком случае очевидно, что различия будут в 60 элементах. И вероятность того, что они будут различаться по всем корзинам, то есть в каждую макро-группу попадет хотя бы один различный элемент, уже очень велика. Соответственно, вероятность того, что хотя бы одна корзина совпадет, настолько мала, что опять-таки мы пренебрегаем этим, считаем, что это false positive срабатывание, и мы можем себе его позволить. То есть таким образом получается, что мы можем сравнивать всю сигнатуру, вот эту вот сигнатуру из 100 элементов, всего лишь по одной макро-группе. То есть, ну, очевидное улучшение. Почему мы это можем сделать? Понятно. Или какой-то момент уточнить. Да, правильное уточнение. Потому что я забыла один минус. Ну да, потому что это же различие, то есть все случаи, когда это не срабатывает. Так, по самой логике разбиения на макро-группы. Есть вопросы? То есть, почему мы вообще можем позволить себе разбивать на макро-группы и работать уже именно с ними, а не со всей сигнатурой? Можно мне объяснить, какая-то конструкция переводит, почему? Так, ну то есть, переход от документа к сигнатуре, в общем-то, понятен. То есть, мы вместо документа работаем с сигнатурой из блока чисел. Значит, этот блок чисел, ну, из 100 элементов, например, с определенной степенью вероятности показывает то, насколько похожи документы. Значит, мы можем допустить, что они у нас похожи не на 100%, то есть это не зеркала и не 100% плагиат, а какой-то переработанный текст. То есть, соответственно, в них есть какие-то различия. Если в самих документах есть различия, то с высокой степенью вероятности такая же степень различия будет и внутри сигнатуры, потому что мы строили ее равномерными перемешиваниями, перестановками. Значит, мы допускаем, что степень различия сигнатуры у нас примерно соответствует степени различия документов. И работаем с тем, сколько мы можем позволить себе этот порог поставить. То есть, вот мы ставим определенный порог, 80% в данном случае, и оцениваем. Это самый плохой случай. То есть, это самый плохой случай, когда у нас могут различаться 20 элементов. Значит, в случае, если у нас после разбиения на макрогруппу в каждую макрогруппу, как мы помним, они точно так же случайно перемешаны, то есть примерно равномерно распределены по тексту. Значит, если в каждую макрогруппу попадет различающийся элемент, эта вероятность очень мала. То есть, мы можем считать, что такого не произойдет. А это значит, что при такой высокой степени подобия у нас хотя бы одна макрогруппа точно совпадет, даже если остальные будут различаться. Ну, соответственно, нам достаточно сравнить сигнатуры на соответствие всего одной макрогруппы. И уже получившуюся группу оценивать по той же самой степени, ну, в мере Жакара, используя полный список шингов для этих документов, например, чтобы уточнить вот как раз случай, когда у нас false positive произошел. То есть, чтобы выкинуть эти варианты. Мы делаем грубую прикидку по похожести документов, и после, естественно, надо уточнять. То есть, можно, конечно, оставить просто после отработки ЛСХ, значит, то, что у нас получилось, эти группы. Но там, как мы видим, будет определенная степень погрешности. То есть, чтобы ее уточнить, нужно еще проработать либо все сигнатуры, но там, как мы понимаем, тоже содержатся погрешности из-за перестановок, либо лучше с исходным списком шингов поработать. Так, ну, я так понимаю, вопросов больше нет, да? Давайте перейдем дальше, к следующей теме. Собственно, в чем профит, зачем мы вообще переходим к работе с группой? Ну, вот у нас есть 250 тысяч документов. Если мы возьмем реальные документы из Рунета, то в среднем получается, что на 250 тысяч 73 тысячи — это дубликаты. Соответственно, эти дубликаты будут группироваться в 12 групп. То есть, мы запускали на весь этот существующих документах и получали вот такие вот параметры. Значит, они группируются в 12 групп. Значит, самый худший случай, самая большая из этих 12 тысяч групп — это гигантская группа из 8 тысяч документов. Это как раз тот случай с софт 404, о котором я рассказывала на прошлом занятии, то есть, когда идет заглушка с кодом 200 с одинаковым текстом. Значит, на достаточно большом сайте, который переезжал. Вот, соответственно, если бы мы сравнивали это попарно, очевидно, что нам потребовалось очень много сравнений. Ну, ввиду того, что они сгруппировались по группам, нам достаточно было провести самое большое сравнение — это вот в группе из 8 тысяч документов, и в остальных там всего ничего, то есть, сравнений значительно меньше было. Те документы, которые не попали в группы, мы даже не сравнили. То есть, мы считаем, что они в достаточной степени вероятности являются уникальными. Значит, если бы мы не использовали ЛСХ, то нам потребовалось бы вот 5 тысяч с лишним минут на все, про все. Значит, если, как мы, собственно, сделали, используем ЛСХ, то нам потребуется всего 10 в восьмой степени сравнений, даже с учетом false positive срабатывания. Это всего 1,6 минут, то есть очевидный профит. Как мы еще можем уменьшить количество сравнений? Давайте, ваши варианты. Так. И что мы, например, там можем найти? Такое, что нам поможет в поиске двух. Хороший поинт. Нет, на самом деле это очень правильный поинт, потому что в первую очередь это пазм... Нет, тут имеется в виду кластеризовать, то есть не сравнивать документы, которые заведомо с разной информацией. То есть зачем нам сравнивать действительно текст русскоязычный и англоязычный, если очевидно, что у нас вряд ли будет там позитивное срабатывание. Значит, можно их разделить на какие-то группы между собой. Да, это очень хороший поинт. Ну и, соответственно, что мы можем делать? Группировать по языку, группировать по типу контента, то есть PDF, тексты, HTML, брать только их как текстовые. Дальше очень хороший подход к кластеризации — это кластеризация по длине документа. То есть очевидно, что нет смысла сравнивать ультракороткие и ультрадлинные документы между собой. Они не дадут никакого результата. Единственный здесь недостаток в том, что нельзя установить четкую границу для кластеров по длине документа, потому что может быть небольшое колебание, и пограничные документы будут попадать, например, в два разных кластера. То есть нужно сделать плавающую границу так, чтобы пограничные документы попадали в два разных кластера одновременно. Ну и кластеризация по контенту. То есть если мы можем каким-то образом заранее определить тип контента, либо тип информации, который там содержится, то можем кластеризовать еще и по ней. Далее. У нас необязательно использовать сигнатуры в том смысле, что строить их на основании шинглов. То есть очевидно, что шингл — это самый естественный переход к построению сигнатуры. То есть вот у нас есть сырой текст. Мы работаем именно с текстом, просто преобразовываем его в более подходящий нам вид, используя того же самого хеширования, сверток. Но это не единственный верный способ построения сигнатур. Кроме того, сигнатуру можно строить, основываясь на каких-то более тонких особенностях документов. Вот мы сейчас рассмотрим с вами несколько алгоритмов, которые достаточно хорошо зарекомендовали себя при работе с большим множеством документов. Их можно условно разделить на две группы. Первая группа — это Local Based. Local Based — это те документы, которым достаточно работать с каждым документом в отдельности. То есть они не знают о том, как выглядят соседние документы, а строят сигнатуру строго для одного документа, абсолютно независимо друг от друга. Global Based в этом плане интересней. Они строят сигнатуры не просто для одного документа, а для каждого документа внутри коллекции, учитывая свойства всей коллекции документов и либо ее какой-то части, в общем, определенные особенности, которые можно настроить, если мы знаем особенности текстов внутри этой коллекции. Однако там, соответственно, и зависимость от состояния коллекции, ее однородности также очень большая. Так, вот список из семи алгоритмов. Давайте в отдельности каждый из них рассмотрим. Значит, MD5 исключительно в качестве бейслайна. Очевидно, что в случае, если у нас есть стопроцентный дубликат, MD5 отлично с этим справится, значит, найдет его. Но в случае, если у нас есть хотя бы незначительное изменение текста, то MD5 очень сильно к этому чувствителен и, соответственно, даст нам ложное срабатывание, скажет, что это не дубликаты, а абсолютно разные документы. Собственно, здесь он приведен исключительно в качестве примера, как бы как точка отсчета. Дальше, TF, Term Frequency, это величина, которая позволяет нам оценить, насколько часто встречаются те или иные слова в документе. Значит, математическая формула, которая описывает TF, как его можно вычислить, это посчитать для каждого отдельного терма все количество его вхождения в тот или иной документ и поделить на общее количество термов в этом документе. Очевидно, что эта величина будет значительно меньше единицы для любого более-менее разумного текста или любого терма в нем. Очевидно, что TF зависит у нас и от документа, и от терма, и для разных документов один и тот же терм будет иметь здесь разные значения. Дальше, так как это у нас локальный алгоритм, то работаем внутри одного документа, отбираем несколько самых частотных термов для каждого документа, ну и, соответственно, дальше считаем хэш, например, от их конкатенации, это будет наша новая сигнатура для этого документа. Как очевидно можно улучшить этот документ? Во-первых, можно удалить стоп-слова, потому что очевидно, что они будут самые высокочастотные для каждого документа, написанного на естественном языке. Дальше очень полезно применить лимитизацию. Лимитизация — это приведение слова к его базовой форме. То есть таким образом мы избавимся от падежей, склонений и прочего информационного шума, который, в общем-то, в данном случае нам не нужен. Дальше полезно учитывать термы независимо от того, в каком регистре они написаны. Соответственно, все лучше к нижнему регистру приводить. Ну и, кроме того, здесь очень полезно перед тем, как применять этот алгоритм, провести небольшую кластеризацию документов, то есть по какому-либо признаку объединить заведомо похожие документы. И очень хорошо в данном случае работает, если мы строим кластер, например, по определенной тематике, то есть мы собираем, например, все документы с сайтов определенной темы, например, медицинской, то мы будем удалять стоп-слова не просто по общему словарю, то есть в союзу предлоги, но также туда можно внести наиболее популярные термины, которые используются для данной группы документов, и их тоже удалять, так как они будут практически везде и будут вносить нам лишний шум. Ну это такой небольшой лайфхак для этого алгоритма. Очевидно, что можно завязаться не только на термах, которые входят в конкретный документ, а работать в рамках группы документов, в рамках коллекции. Тогда кроме... ну мы переходим к знаменитому алгоритму TF и DF. На прошлом занятии вы его уже упоминали. Значит, здесь кроме терм-фреквенсии, который мы считали в прошлый раз, также появляется такая вещь, как обратная частота, которая у нас уже оценивает то, как документы с таким термом соотносятся с общим числом документов в коллекции. Соответственно, у нас есть общее число документов в коллекции. Делим его на количество тех документов, которые входят в интересующий нас терм. Ну и считаем алгоритм от этого. Соответственно, зная эти два параметра, мы можем посчитать вес каждого терма, то есть то, насколько он важен в рамках каждой конкретной коллекции. Ну и дальше, имея набор весов для каждого терма, мы можем построить сигнатуру аналогично с тем, как мы строили ее здесь. То есть выбрать самые, только уже не частотные, а самые тяжелые термы и на основе них построить сигнатуры для каждого документа в коллекции. Дальше. Еще один локальный алгоритм называется LongSend. Он основывается на том, что в естественной речи мы очень редко строим большие предложения. И если большие длинные предложения действительно попадаются в тексте в одном и в другом, то, скорее всего, эти тексты действительно похожи между собой. Значит, что мы делаем? Мы разбиваем документы-предложения, отбираем из них несколько самых длинных, например, число 3, неплохое число, конкатенируем их, строим от них хэш. Это будет наша новая сигнатура. Соответственно, если длинные предложения в одном тексте похожи на длинные предложения в другом тексте, то и эти документы у нас тоже похожи. У этого метода есть незначительные недостатки, и самое главное из них — это проблема. Как можно задетектить предложение? Ваши варианты. Пунктуация. А что делать, например, А.С.Пушкин сказал? Предложение может быть короче 5 сил. Ах, сказала она. Сказала она. Там, в смысле, уже... Там, на уши, пункт, как бы, так вот. Тех, полнота, за за. Четыре силы. Хоть будет. Значит, там сейчас происходит. Сначала всякую, всякую, похожую, дать, да? Можно просто всякую фигуру, типу, фамилии, у тебя, с Пушкина, ну, в особенности взять и нулями заменить, replays. А потом, скажем... Все-таки можно высказывать на положение, состоящиеся до 8-го, хотя бы. Что уже... Там же самое длинное, даже... Какая длина, вообще? Можно... Нет, а... Мне кажется, что там надо будет так, по-разному изложения. Да, и с Пушкина. Да, и с Пушкина. Даже не АС Пушкина, вы писали, что у тебя, короче, статья, а потом все эти статьи написано, типа, скопировано с сайта какого? Какого? Да, вот это можешь всегда с познателем Игресса, ты можешь это взять и, как делается, там... Ну, то есть, появился и просто, ну, замазывай, замазывай другими символами, которые... Я просто потому, что если у тебя встречается, там, разница, сколько на АС Пушкина, наверное, тоже можешь читать. Ну, на самом деле, это очень сложная тема, и вам про нее расскажут на одиннадцатой лекции. Значит, самые распространенные, самые такие простые способы, то есть, если вот забить на эти сложные кейсы, то, соответственно, ну, делить по знакам припинания, тут у нас вот как раз проблема с инициалами сокращениями, делить по тегам в диких текстах на просторах интернета, это проблема, не все ставят точки в конце, например, заголовков, но при этом отбивают их тегами. Также надо отдельно подумать, как будете работать с таблицами, потому что очевидно, что в конце значения ячейки в таблице никто не будет ставить никакой знак припинания. Ну, и там есть еще много тонкостей, значит, готовьтесь слушать. Так, переходим дальше. Есть улучшение прошлого алгоритма LongSend уже касаемо коллекции документов, называется HeavySend. Строится он аналогично LongSend, то есть мы выбираем несколько предложений и на их основе строим сигнатуру. Однако выбираем их мы не по длине, а по максимальному весу. Значит, вес предложения складывается из веса термов его образующих. Вес терма мы уже научились считать в рамках TF и DF. Соответственно, сравниваем только самые тяжелые предложения, считая, что даже если есть какие-то более длинные, но менее значимые предложения, они не так важны для сравнения дубликатов, чтобы можно было на них обращать внимание. Следующий алгоритм, тоже глобальный. Ну, у нас есть группа документов, да, то есть какая-то коллекция, с которой, собственно, мы работаем. А как мы уделяем? Можно взять все, например, документы, но можно предварительно кластеризовать их. О том, как кластеризовать, один из подходов, вам уже рассказывали, собственно, сад камней. Самая очевидная кластеризация. Но, правда, это в рамках одного сайта. В рамках, значит, разношерстного контента с разных сайтов тут можно либо отталкиваться, вот, как я уже сказала, там, например, размеры документа, как вы правильно заметили, от его типа, от языка, ну, либо, может быть, мы знаем предварительно о том, о той информации владеем. И что это за сайт, то есть по тематике, например, можем разбить. Если это какой-то каталожный сайт, и мы знаем, какие теги с ним связаны, то мы можем укрепировать похожие сайты, вот уже основываясь на этом. То есть, наверное, обзор айфон на спортивном сайте. Да. Итак, LexRant. Значит, мы берем все документы по всем термам, которые в этих документах встречаются, строим словарь. Значит, для каждого отдельного терма вычисляем его вес по алгоритму TFDF. Значит, выкидываем самые максимальные и самые минимальные по весу. Зачем мы это делаем? Если у терма вес максимальный, то, соответственно, он встречается много в каких документах, и очень часто он нас не интересует, можем условно считать, что это стоп-слово. Если вес очень маленький, он встречается мало где, и вряд ли даст нам точное указание на то, что два относительно похожих документа именно благодаря ему будут считаться дубликатами. То есть, будем считать, что это такой уникальный шум. Дальше. Полученный в результате словарь мы сокращаем еще больше. Сокращаем его примерно на 30%, причем можем сделать это разными способами. Например, точно так же сделать свертку по хэшу, либо децимацией выкинуть каждый энный элемент. Соответственно, у нас получится какая-то случайная выборка из словаря. Ну, то есть, очевидно, что здесь будет сейчас качественный скачок, точно такой же, как был у нас с шинглами. То есть, нам достаточно убедиться, что на абсолютно случайной выборке элементов два документа совпадают друг с другом, чтобы сказать, что, скорее всего, на остальных они тоже совпадают. Потому что вероятность того, что совершенно случайные элементы совпадут у разных документов, очень мала. Мы можем ей пренебречь. Соответственно, каждое из новых словарей, вот мы получили их 10 штук, мы пересекаем со всеми термами документа и смотрим, какая степень пересечения. Если степень пересечения достаточно большая, ну, мы заранее фиксируем какой-то порог, ну, то есть, тот же самый порог в 80% очень хорошо здесь подойдет. Итак, если пересечение всех термов с каким-либо из словарей достаточно большое, то хэш от этого пересечения и будет новой сигнатурой документов. Таким образом, у документа может быть от нуля, если пересечения не было, то есть, документ настолько уникален, что ни одно из его слов не попало вот в этот вот словарь, до 10, в случае, если это, ну, нормальный документ, у которого, при написании которого использовался достаточно большой словарный запас. Ну, соответственно, считаем, что если хотя бы одна построенная таким образом сигнатура для пары документов совпадает, то мы можем считать, что они тоже похожи между собой в достаточной степени, чтобы мы считали их дубликатами. Ну, я думаю, это очень понятно так и очевидно, почему происходит. Ну, в общем-то, это то же самое, что мы делали с шинглами, только несколько другой подход по строению сигнатуры идет. Мы берем хэш-пересечение, то есть, если даже одно слово, нет пересечения его, то хэш будет совсем другой. Поэтому мы берем не одно пересечение, не один хэш, а мы строим целых 10 новых словарей. Да. То есть, поэтому, если документы действительно похожи, то с достаточно большой вероятностью хотя бы пересечения по одному словарю у них будут совпадать между собой. Еще один глобальный алгоритм называется «Описательные слова». Кроме того, что его можно использовать для поиска дубликатов, его можно в послабленном варианте использовать также и в качестве алгоритма для кластеризации. Однако этот алгоритм очень сложно поддается именно слепому кодингу, то есть, там очень много тонких моментов, которые надо настраивать. Давайте я расскажу, собственно, вначале, как он работает. Из общего словаря, точно так же по всем документам, мы строим словарь термов и выбираем из них каким-то образом 2000 опорных слов. Каким образом мы должны их выбрать? Каждый из выбранных термов должен покрывать от 35 до 65% документов. Точно так же мы не выбираем очень редкие слова, потому что они не дадут нам, в общем-то, никакого профита, и не выбираем очень популярные слова, потому что, понятно, они есть везде, нет смысла по ним сравнивать документы. Соответственно, из всех тех слов, которые покрывают достаточно количество документов, мы случайным образом выбираем 2000. Далее для каждого опорного слова мы фиксируем некое пороговое значение для ТФ. Каким образом это делается? Это нужно сделать таким образом, чтобы из всех документов ТФ для данного терма было больше, чем зафиксированный порог, примерно хотя бы у четверти всех документов, то есть от половины до четверти. Магическим образом мы подбираем, на самом деле не слишком магическим, то есть тут идет, можно приожадным алгоритмом пытаться это построить, свертка. Единственное, что это очень много вычислений надо делать, вот именно на этих термах, на некой выборке документов. Значит, позже мы строим сигнатуру. Каким образом мы ее строим? У нас есть вот те самые 2000 опорных слов. Сигнатура состоит из 2000 элементов, где на каждой и той позиции у нас стоит либо единица, либо ноль. В случае, если у соответствующего терма в этом документе ТФ больше, чем зафиксированное для него нами пороговое значение, то мы ставим единицу. Если нет, то ноль. В случае, если у нас нашлись те документы, в которых единиц менее чем три, то есть у них очень редкий набор документов, такой, что он с опорными словами практически не пересекся, то мы такие документы выбрасываем, считаем, что в них недостаточная информация. В случае же, если у нас отпечатки оказались одинаковыми, то есть опорные слова встречаются с достаточной чистотой в обоих документах, то мы считаем, что документы являются дубликатами. Ну или в ослабленном варианте считаем, что они лежат в одном и том же кластере. Ослабленный вариант, в чем он заключается, мы вот это значение подбираем не по тому, как разбивается выборка документов этим ТФом, а ставим какое-то фиксированное значение, опытным путем подбираемое, смотрим по общему состоянию словаря и выбираем просто какое-то число. Зачем в данном случае использовать кластеризацию? Как раз для того, чтобы выбрать коллекцию, не зная каких-то особых фич документов, то есть сгруппировать их чисто по словарю. Дальше. Понятно, мы рассмотрели с вами несколько алгоритмов, как понять, какой из них лучше. Самое интересное, кого из них выбрать. Самый распространенный и правильный способ сравнения, мы берем некое тестовое множество документов. Из него мы получаем идеальный ответ. Это тот базовый ответ, с которым мы будем сравнивать, считаем, что он абсолютно верный. Как его получаем? Можно использовать алгоритм, который работает очень долго, но мы знаем, что он практически не дает ложных срабатываний. Один раз за всю оценку алгоритмов мы можем себе позволить его применить. Можно также использовать труд асессоров. Вам рассказывали уже, кто это такие. Это люди, которые оценивают документы, качество выдачи поиска. То есть, живой человек, наверное, лучше, чем написанный нами алгоритм, может определить, дубликаты документа или нет. Соответственно, с их помощью тоже можно сформировать документ. Кроме того, есть еще открытые корпуса с разметкой, можно использовать как-то и ее. Что мы именно будем сравнивать? Мы будем сравнивать алгоритмы по нескольким параметрам. Во-первых, сравнивается полнота. То есть, мы знаем правильный ответ и смотрим, сколько правильных урлов, которые есть у нас в правильном ответе, было найдено нашим алгоритмом. То есть, сколько раз он сработал верно. Дальше. Точность. Сколько всего урлов из того числа, что нашел этот алгоритм, были действительно правильными. То есть, соответственно, мы не должны давать много ложных срабатываний, чтобы повысить точность. Ну и как-то жонглировать двумя понятиями не очень удобно, поэтому, собственно, нашли способ привести эти две меры к одному числу, который называется f-мера, она же мера Ванна Рисбергена. Она считается одновременно по полноте и точности. И мы получаем одно число, одну меру, которая позволяет нам срать между собой алгоритмы. Соответственно, чем f-мера больше, тем лучше алгоритм. Он одновременно и достаточно полный, и достаточно точный. Давайте посмотрим, как у нас относятся те алгоритмы, которые мы с вами рассмотрели. Во-первых, использовали для сравнения 500 тысяч документов из РАМИП 2007 года, корпус. В качестве основы использовали работу Сигаловича и Зеленкова. И вот они получили вот такие вот значения. То есть посмотрим на МД5. Очевидно, точность здесь зашкаливает. Понятно, потому что все значения, которые все-таки нашел МД5, все те пары дубликатов, они действительно являются дубликатами. Тут не поспоришь. Однако полнота не очень большая. То есть очевидно, что большую часть дубликатов МД5 пропускает. Ну и эфмера, соответственно, тоже достаточно мелкая. Внезапно мы с вами видим, что эфмера очень высокая у LongSend. Это тот алгоритм, как вы помните, который работает с длинными предложениями в тексте. То есть для естественной речи, для документов на естественном языке это очень хороший способ найти дубликаты в похожие документы. Несмотря на то, что точность тут не слишком высока относительно других алгоритмов, то есть все-таки есть некие ложные срабатывания, этот алгоритм отличается очень высокой полнотой. Ну и, соответственно, если оценить, например, по точности, то кроме МД5 еще достаточно точные TF и DF, Lex Rand. То есть очевидно, что так как они построены на весах слов, на весах термов, то они дают достаточно высокую точность. Ну вот можете посравнить, выбрать, какой алгоритм нравится больше, скажем так. Но пока у нас с вами перерыв. 15 минут. Так, хорошо. Поиск дубликатов в больших коллекциях. Сейчас мы с вами поговорим о том, как можно подготовить тексты к тому, чтобы искать среди них дубликаты. Ну и в конце, в качестве вишенки на торте, мы поговорим о том, что потом со всеми этими знаниями нам надо будет делать. Итак, подготовка текста. Что же не так с сырыми данными, которые мы скачиваем из интернета, которые получает спайдер после обкачки сайта? Ваши варианты? Там есть много мусора типа различных страниц. А, ну собственно, два. Да, именно так. Ну, собственно, обвязка, тот самый мусор. Значит, пробелы. Это проблема. Я покажу сейчас, в чем она заключается. Дальше. Разбиение на абзаце. Очевидно, что каждый разбивает текст, как хочет, но это, на самом деле, не так сильно влияет на поиск дубликатов. Ошибки, опечатки, неправильное написание тех или иных слов или вообще всех слов. Значит, в зависимости от грамотности автора страницы. Ну и прочие странности, которые могут возникать в ходе создания HTML-страницы, страницы с данными. Значит, контент генерируют люди. Там, где в дело вступают люди, всегда возникают проблемы. В частности, вот две страницы с сайта Одноклассники. И это пример того, какая может быть проблема с пробелами. То есть, как вы видите, здесь пробел стоит после каждого символа, после каждой буквы. То есть, по пробелу делить на слова и уже по ним, например, строить шинглы или использовать это как термо, просто нереально. Значит, дальше здесь, как вы видите, между, в общем-то, я даже не знаю, можно ли это назвать нормальным текстом, в общем, между символами, которые являются буквами, вставленные символы, которые являются псевдографикой. Значит, тоже надо как-то этот момент обрабатывать. Вот он и вернулся, да. Значит, как можно это решить в первом приближении? Значит, надо как-то нормализовать текст. То есть, нельзя брать текст так, как он к нам пришел. Значит, как нормализовать? Во-первых, привести все к лоур-кейсу. Во-вторых, каким-то образом разобраться с пробелами. Например, можно все пробелы вообще убрать, то есть, сконкатенировать все в одно большое слово. И так как мы шинглы строим посимвольно, а не пословно, например, то мы можем нарезать независимо от пробелов, то есть на шинглы нужной нам величины. Здесь возникает проблема в том смысле, что пробелы очень часто влияют на смысл слова. То есть, в зависимости от того, стоит пробел между какими-то символами или нет, мы получаем либо два разных слова с одним смыслом, либо одно слово с другим. Дальше. Отсутствие знаков припинания. То есть, понятно, что некоторые ставят многоточие, некоторые ставят точки, некоторые точки заменяют на точки с запятой. для большей экспрессии добавляют много знаков вопросов. То есть, такие различия могут изменить сам текст, но при этом не должны влиять на качество поиска дубликатов. Кроме того, надо убедиться в отсутствии псевдографики, так как она нам не нужна, по ней мы дубликаты искать не будем. И мы приходим к такому скользкому вопросу, как что делать с числами, которые появляются на странице. Как вы думаете? Да, да и прочее, мы можем как-то обрабатывать, а все остальное надо накинуть. Ну, как бы лучше, лучше не метить эти числа, чем. А если я хочу узнать, что за эпичник, это было сильно дорогое. Нет, это было то, что ты знаешь, как обрабатывать, обрабатываешь и строят. Так, отдельный термо, да. Если я уже украшу знаки срани, после 21001 превратится в 120 и 100001. С 20 тысячами. Ну, тогда потеряется разница между тем, что это 127-001 или 12-70-001. Если в странице просто куча чисел, наверное, стоит ее... У нас мы знаем просто количество чисел в отношении к тексту. У нас в тексте мало чисел, наверное, их можно увидеть. Ну, и кроме того, еще можно учесть, какие именно документы, то есть если мы заранее их как-то кластеризуем, то есть ожидаем ли мы там увидеть в разумном тексте много чисел, будут ли они иметь какое-то значение для нас. Да, если телефонный сутал очень... То очевидно, да, что числа надо сохранять. Если это просто какой-то там художественный текст, то числа вряд ли нам пригодятся. Ну, соответственно, можно оставлять как есть. В этом случае проблема очевидна на диких страницах, в том, что есть какие-то автогенеренные время и даты, например, время выкачки страницы или сколько времени генерилась страница движком, курсы валют, которые регулярно обновляются, и многое другая автоматически обновляемая информация. Можно удалять, но в таком случае, как уже правильно заметили, будет проблема с годами, если они нам нужны либо с IP-шниками, либо с другими какими-то данными. Кроме того, таблицы, которые заполняются, например, исключительно числовыми данными, вырежутся практически полностью. Возможно, нам это будет не нужно. Ну и, например, некоторые торговые названия, как вы понимаете, модель редко называется чистая из букв, то есть некоторые добавляют туда еще какой-то числовой идентификатор. Дальше, кроме нормализации текста, очевидно, мы еще можем удалить обвязку. Давайте поговорим с вами, что такое обвязка. То есть вот есть страница, взятая с automail.ru. Собственно, сама статья — это вот эта часть. Обвязка — это шапка страницы, то есть здесь у нас есть навигация по каталогам, по соседним темам, плашка поиска, очень часто распространена на разных сайтах. Дальше рекламный блок, очевидно. Блок социальный, то есть для того, чтобы расшарить, залайкать страницу. Дальше также рекламный блок, соответствующий тематически, еще один социальный блок. Последние комментарии на сайте, последние статьи. И рекомендуемые статьи. То есть все то, что не относится конкретно к данной странице, к данной статье, но при этом может быть полезно пользователю, нас с точки зрения поиска дубликатов, эта информация не то что не интересует, она нам вредна. Значит, вот именно ее мы будем учиться с вами удалять. Значит, что входит в состав обвязки? Как я уже сказала, это навигационные блоки, рекомендационные, рекламные и хеддер-футер. То есть такая стандартная обвязка. Значит, ключевое, что есть у всех этих блоков, это то, что они именно блоки. То есть они неровным слоем размазаны по ходу страницы, а в случае, если страница версталась нормально, адекватными людьми, то они будут как-то сгруппированы внутрь блока тегов с определенными похожими свойствами. Как мы можем выделить обвязку на странице? Как вы думаете, какие можно подходы использовать? При процессе не как блока. Ну да, как вариант. Но от блока... А, ну да, он вырежет рекламу. Правда, он вырежет не сам блок с рекламы, а чисто ссылку на нее. То есть не весь блок. И он никак не повлияет на блок рекомендаций, например. Можно блоки... Ну, простите, цена. Вот если мы можем узнавать блоки с ключевым словом, то, конечно, рекомендуем прочитать еще это, будет в большинстве рекомендации блоков. Ну, очевидно, что там будут какие-то ложные срабатывания, когда он будет нормальные блоки искать. Ну, в общем-то, да, по ключевым словам можно оценить степень вероятности того, что это именно ненужный нам блок из обвязки. Ну, в общем-то, это такие самые очевидные подходы, которые, ну да, можно использовать. Точно так же, как с поиском дубликатов, есть те, которые работают только с одним документом, local-based алгоритмы, и global-based, которые работают с несколькими документами. Почему мы можем работать с несколькими документами? Я позже упомяну еще раз, но вот сейчас, если об этом заговорить, то очевидно, что похожие документы будут иметь похожие блоки обвязки. И мы можем это как раз использовать каким-то образом. Итак, значит, local-based. На основании чего мы можем удалить обвязку, работая только с одним документом? Мы примерно представляем, что именно нам надо оставить. То есть нам надо оставить достаточно большой блок текста, практически не разделенного никакими ссылками либо дополнительными блоками. И также, кроме него, мы можем оставить, например, некоторые соседние блоки, если они также содержат в себе достаточно большие куски текста. То есть мы не один блок оставляем, а некую группу под дерево. Что такое дом-дерево, вы знаете? Нет? Ну, html, собственно, тот язык разметки, на котором описаны страницы преимущественно, можно представить в виде дерева. То есть есть какой-то корневой тег, вложенные в него, это, соответственно, его ветки под деревья, и вот эта вот ветвистая вся система от одного корня растет вниз. Значит, там никаких циклов нет, она вполне линейно растет. Значит, первый подход к локальной текции, детекции визуализаций. То есть очевидно, что, значит, когда человек смотрит на страницу, он может достаточно однозначно определить, что из этого вязка, а что нет. Почему бы нам это не автоматизировать? Есть такой фреймворк, который называется Selenium, который полностью, собственно, отрисовывает, рендерит страницу, и определяет взаимное расположение блоков. Значит, мы можем с его помощью задать определенные пороги того, что мы считаем полезным контентом, а что нет. То есть мы считаем, что полезный контент — это блок большой, который располагается где-то относительно в центре. То есть нормальные сайты не будут полезный блок располагать в конце страницы, например. Ну вот как пример, то есть есть такой сайт. Очевидно, что вот это вот все — это обвязка. Снизу — тоже, наверное, обвязка. Другой вопрос, что из этого считать полезным текстом. То есть блок текста — вот он, самый большой, который есть. Вообще блок с информацией — центральный — вот. То есть и тот, и другой вариант в какой-то степени будут валидными, и если у нас останется либо один, либо другой, то мы считаем, что, в общем-то, у нас детектор отработал отлично. Плюс оселением в этом случае он полностью использует JS и таблицы стилей, которые применяются к странице. То есть очевидно, что использование этих вещей может привести к тому, что страница отображается не так, как мы можем представить, читая srv.html. Ну и кроме того, очевидно, что подход с точки зрения итогового вида страницы очень близок к тому, как человек отличает, что является обвязкой, что нет. Какие здесь минусы? Очевидно, что проблема с таблицами. То есть в случае, особенно если таблица вот такого вида, считать это одним блоком, считать это блоком текстовым, полезным или нет, это очень тонкий вопрос. И не факт, что тот ответ, который мы на него дадим, будет универсальным для всей коллекции документов. Кроме того, долго нам надо отрендерить, полностью отрисовать каждую страницу с учетом вот этих вот дополнительных навешанных скриптов и стилей. Ну и кроме того, как я уже сказала, не всякая верстка очевидна. То есть что здесь вот считать полезным контентом, то есть чисто текст или весь центральный блок, то очень так же спорный вопрос. Здесь нам на помощь приходят такие вещи, как специальная верстка. В HTML5, это новый стандарт языка HTML, появился такой тег, как article, про него можете почитать отдельно. Мы считаем, что если этот тег есть на странице, то внутри него как раз тот самый полезный контент, ради которого вся эта страница и писалась. Он много кем используется, то есть все прогрессивные сайты, это более миллиона доменов его используют. Ну и, например, можете посмотреть, как он используется на ленте. То есть вот есть статья, если вы заглянете в ее исходный код, то найдете там article, тег, и внутри него выжимка самой статьи. Как раз ее контент полезный. Далее. Есть такая вещь, как social graph. Изначально планировалось, что это будет разметка, которая полностью разметит все данные в интернете и позволит сорганизовать их по типу, похожему на базы знаний. Эта дополнительная разметка много кем используется, но не нашла достаточной популярности для того, чтобы ее применяли по ее исходному назначению. Вот, как пример, можете на РБК посмотреть, как она выглядит. Из того, что достаточно широко из нее используется, это отдельный человекочитаемый title, тип документа и его описание. Чем-то похожее на keywords, которые, например, теги мета раньше использовались. Как вы помните, поисковики, которые были основаны на ключевых словах, возвращаемся примерно к тем же технологиям. Дальше. Кроме того, что работает собственно с тегами, мы можем проанализировать контент, который у нас есть на странице. Например, мы, как правильно заметили, можем знать, какие слова мы точно будем выкидывать. То есть, если у нас небольшой текстовый блок, и там ключевое слово этой рекомендации, то, наверное, это все. Блок рекомендаций мы можем его выкинуть. Точно так же, как если блок, состоящий из слова «главное», то это, скорее всего, навигация на главную страницу. И все то, что располагается рядом с ним, точно так же можно относиться к навигации. Также мы можем анализировать предложения, их величину, их включенность в разметку, ну и размер, и плотность текста. То есть, на большинстве страниц, которые в себе содержат какой-то достаточно большой объем текста полезного, этот текст будет располагаться большими монолитными блоками. Кроме анализа самих предложений, естественно, можно еще учитывать и использование тегов, которые используются в тексте и в его разметке, и строить дерево тегов, собственно, то, что я сказала, дом-дерево и объединять, смотреть зависимость между собой больших блоков с текстами, либо со ссылками, и соседние блоки, дочерние блоки, которые к ним относятся. Как это делается, давайте посмотрим. Самый популярный подход к анализу именно контента с точки зрения тегов это boilerpipe. Он достаточно хорошо себя зарекомендовал, много раз создавались его аналоги, в частности, Safari Reader, в Evernote используется похожая технология. Написан он на Java, есть его реализация под бетон, если хотите, конечно, можете использовать, но это боль. Да, можете попытаться. Есть его онлайн-реализация, то есть вот такой вот сайт, можете открыть, посмотреть туда, закидываете ему ссылку, он через какое-то время выдает вам тот контекст, тот текст чистый, контент, который он из этой страницы извлек. То есть вот возвращаясь к вот этой вот странице, из нее boilerpipe извлечет, собственно, вот он, полезный текст, который там был. То есть выкидывая все таблицы и всю обвязку. Как он работает? Он ссылку оставляет? Всякие ссылки и теги? Не всегда. Преимущественно выкидывает, но в случае, если он считает, что эта ссылка является частью полезного текста, то он ее оставит. Сайт, вот конкретно если про сайт говорим, то он очень слабый, он очень часто лежит, поэтому через него прогонять все не получится. У нас на практикуме будет джарник, через который можно прогонять прямо локально страницы обкачанной. В общем, он работает точно так же. Значит, как он работает? Начинаем с того, что, собственно, исходим из допущения, что у нас полезный текст лежит одним большим блоком. Значит, находим самые крупные фрагменты текста. Это будут наши опорные фрагменты. Определяем их положение в HTML-дереве, находим их соседей и дочерние элементы, и считаем суммарный вес текста для получившегося блока и суммарный вес всех ссылок. Если величина каждого из них и их соотношение подходит под заданные нами лимиты, то мы считаем, что этот сосед является также частью опорного текста и присоединяем его. Если нет, то отсекаем все дерево, которое с этим соседем связано. Таким образом, наращиваем под дерево до тех пор, пока не упремся в лимит, который, собственно, по весу текста и ссылок нам изначально задан. Коэффициенты какие-то фиксируются изначально. Фиксируются они часто, исходя из практики, то есть прогоняются по какому-то определенному набору документов, если будете сами реализовать такой алгоритм, расставляются коэффициенты и смотрятся, чтобы отсекалось более-менее разумно. Самое главное допущение, которое мы делаем, собственно, мы считаем, что внутри дерева обвязка и нормальный текст не перемешаны. То есть у нас не будет идти большой блок текста, внутри которого внезапно появится вставка из рекламного блока. В случае, если так будет, то рекламный блок, скорее всего, вольется как раз присоединится в опорный фрагмент. Однако не всегда все хорошо. То есть, вот пример. Есть статья из Википедии, если на нее натравливается старый boiler pipe, то он отсекал где-то в районе середины статьи. Он считал, что хватит. Это связано с тем, что раньше на Википедии верстка вот здесь добавляла дополнительные теги для того, чтобы красиво сформировать страницу. И boiler pipe это не нравилось. Он считал, что это какой-то подозрительный текст, похож на навигацию. Значит, надо его выкинуть. В итоге оставляла только одну часть. Давайте попрактикуемся, собственно, поработаем с boiler pipe. Ссылка. По ней лежит набор из документов, 6 HTML-страниц и джарник. Как запускать джарник? Если у вас Java установлена, скорее всего, вот так вот скармливайте и HTML, на выход в консоль, она прямо вам пишет чисто извлеченный текст. Собственно, можете попробовать посмотреть, как, собственно, работает boiler pipe. Что вам надо сделать? У вас есть документы, можете, конечно, воспользоваться извлеченными, но они были извлечены с помощью консольного браузера, поэтому там все-таки осталось много дополнительной информации, которая вам не нужна, в частности, там информация по ссылкам. То есть лучше, конечно, прогнать эти исходные HTML через boiler pipe, получить свои собственные тексты. Дальше, с помощью шинглов, любым способом, например, пословными, определяйте попарно степень подобия документов. Значит, у вас с прошлого занятия, наверное, остались какие-то черновики, если вы что-то делали. Считайте шинглы, во-первых, для сырых текстов, во-вторых, для тех, которые получились после прогона boiler pipe. и сравнивайте, где нашлись дубликаты, где не нашлись. Ну и потом можете протестировать любой другой алгоритм, например, longsend, это выбор длинного предложения. Значит, посмотреть, как он работает с чистыми текстами. Давайте. Просто всем остальным я могу так вкратце показать, например, как работает longsend. То есть я вот тут набросала. Можно чисто из консоли, то есть не только бетоном мы живы. Значит, единственное, что здесь, конечно, экран вставляет нас страдать. Сейчас все будет. Значит, ну очевидно, что мы должны работать с очищенным каким-то текстом. Значит, я думаю, с тем, как запустить boiler pipe, вы справились. Значит, что мы можем сделать дальше? Смотрим. Вот у нас есть текст. Давайте попытаемся на основе этих шести текстов реализовать longsend алгоритм. Как вы помните, там надо выбрать несколько самых длинных предложений в каждом тексте и уже, исходя из того, совпадают они для двух разных текстов или нет, считаемые дубликаты или нет. Так как тексты у нас небольшие, давайте будем выбирать по одному самому большому предложению в каждом из них и уже их сравнивать между собой. Соответственно, как мы это можем сделать? Так, возвращаемся назад. Нет. Мы это можем сделать вот так. То есть, что такое авк? Все слышали? Значит, да, это текстовый, да, не сюда, да, туда. Это текстовый процессор консольный, который позволяет работать с текстом. Что мы здесь делаем? Мы берем текст, дальше, каждую строку, авк работает построчно с текстами. Значит, каждую строку мы разбиваем по точке. И, в общем, полученные куски и выводим каждый из них на отдельную строку. То есть, в данном случае мы игнорируем тот факт, что могут быть другие знаки припинания, кроме точек, так как у нас тексты достаточно простые, уже заранее были причесаны. Значит, соответственно, вот он поделил нам исходный текст по точкам, выбросив их, и, значит, каждое предложение у нас получилось на новой строке. Собственно, как раз то, что нам на long send надо. Очевидно, что у нас здесь есть лишние вещи некоторые, то есть надо затримить пробелы до и после, если таковые имеются. Ну, это с седом. Что такое сед? Наверное, тоже слышали. Это, значит, процессор, очень мощное средство, которое позволяет работать с текстами, в частности, самое, значит, широкое распространение это заменять какие-то фрагменты текстов либо, как они или есть, либо по регулярным выражениям. Очень мощное средство, если знать, как им пользоваться. Но здесь мы его используем так очень просто. Мы, значит, просто удалим ведущий и заключающий пробел, если таковой есть. И дальше опять вызываем авк снова. Значит, что мы здесь сделаем? Мы инициализируем перед тем, как авк начнет работать с каким-то определенным текстом, мы посчитаем, что максимальное предложение, самое большое, у нас будет пустое. Дальше, в случае, если следующее предложение, то есть следующая строка, которая встретилась авку, по своей длине больше, чем то, что у нас было, мы их заменяем. Ну и в конце выводим то, что получилось. Очевидно, что там выведется самое большое предложение. Значит, прогоняем все это до всех наших шести документов, значит, с номерами, и видим, собственно, то, что вы должны были получить, что второй документ и четвертый являются дубликатами, у них самое большое предложение абсолютно совпадает. то есть остальные отличаются друг от друга. То есть, казалось бы, несмотря на то, что longsend не слишком очевидный в плане своей правильности алгоритм, он на практике на настоящих неискусственно созданных текстах работает просто замечательно, даже вот в таком урезанном варианте, когда мы берем только одно предложение в качестве сигнатуры. Если интересно, потом, соответственно, баш-хистри я могу проложить в качестве комментариев лекции, значит, посмотрите, как все это работает. Так, пару минут прошло, у кого-нибудь что-нибудь есть? Ну, ладно, давайте вернемся обратно к нашей лекции. Итак, очевидно, что кроме boiler pipe есть еще какие-то другие подходы, но вот есть другой подход, реализованный в качестве утилиты readability. основное допущение, которое в нем есть, заключается в том, что мы работаем не именно чисто с текстом, а в первую очередь отталкиваемся от того, что полезный контент будет окружен какими-то определенными, скажем так, полезными тегами. Значит, есть теги, которые, скорее всего, окружают именно как раз опорный полезный контент, а есть те, которые чаще всего используются для того, чтобы создавать обвязку на странице. И, используя эти знания, мы тегам присваиваем веса, считая их полезными или бесполезными. Значит, как пример, полезными тегами либо атрибутами тегов являются такие, как пост, entry, контент, текст, body. Отрицательными являются, соответственно, коммент, мета, очевидно, надо удалять, футер, клауд, так далее. Практически все теги, которые могут присутствовать в валидном HTML, имеют такие веса в рамках readability. И что мы делаем? Мы берем все параграфы, которые есть в тексте, смотрим, ну, и проходим все дерево по порядку, начиная с листьев. Вначале оцениваем, являются ли листья текстовыми или обвязкой. И дальше смотрим для каждого из них на родительский тег. Если родительский тег также относится к текстам, то суммарная польза получившегося под дерево у нас увеличивается. Если она относится к обвязке, то у нас появляются какие-то сомнения в том, что это полезный текст, и мы суммарный вес под дерево уменьшаем. Таким образом, мы идем выше под дерево, под деревья сливаются, и для каждого перехода мы повторяем вот этот вот шаг с переоценкой получившегося нового под дерево. Здесь также ключевой момент, который используется, чем глубже находится лист в под дереве, тем меньше его взнос в общий вес под дерево. То есть информация снизу переносится не как есть, а с определенно понижающим коэффициентом. В итоге у нас у каких-то под деревьев фиксируется достаточно большой вес, который пробивает пороговое значение. Мы считаем, что внутри этих под деревьев как раз и есть нужный нам полезный контент. Проблемы, очевидно, здесь те же самые, что и у boiler pipe. Если полезный контент окажется берстки перемешан с рекламными блоками, то рекламные блоки точно так же, как паразиты, присосутся к под деревьям, которые в итоге у нас выйдут в результирующий ответ. Давайте перейдем теперь от local-based алгоритмов к global-based. значит, очевидно, что переход можно совершить, основываясь на том, что страницы на сайте никогда не существуют сами по себе. Ну, если не считать сайтов, которые состоят из одной страницы. Также мы делаем допущение, что страницы, которые мы по какому-то признаку объединим в кластер, ну, в частности, например, по похожему контенту, будут иметь похожими не только контент, но и обвязку, похожую структуру. Если вы посмотрите на картинку, то увидите намек на то, как можно провести кластеризацию до осад камней, которым у вас посвящена первая домашка. Итак, дальше, что делать с документами в одном кластере? Значит, например, можно для того, чтобы выделить обвязку, использовать xpass, это язык регулярных выражений. Как я уже сказала, неоднократно повторила, html — это дерево. Соответственно, каждый лист, каждое поддерево, каждый узел в нем можно адресовать как абсолютно, то есть перечислив все родительские теги до нужного нам, так и относительно. То есть, например, начиная с вложенности определенной величины берем все теги с таким-то названием или с такими атрибутами. Спецификацию этого языка можете посмотреть по ссылке. Ну, вот, можете посмотреть, например, на примере на любимом вами питоне, берем страницу, строим по ней дерево и дальше работаем с xpass. Берем, значит, находим во всем этом дереве тег div, у которого есть нужный нам класс. Дальше берем определенное количество вложенных дочерних тегов, среди которых вот обязательно на определенной глубине должен быть td-tag, и извлекаем из того, что получилось, извлекаем текст. То есть, очевидно, что вот это какой-то кластер информации, из которой мы фильтруем только нужную нам. И если мы выведем текстовую информацию, на самом деле, вот это вот, это карточка информации, которая есть на вики-страницах, посвященных, например, животным. То есть, в случае там рысь, мы выведем полностью содержимое этой карточки. То есть, если вы откроете страницу, вы увидите, там она сбоку отдельно в верстке представлена. Но таким образом, например, сформировав набор xpass для полезного контента или, например, для обвязки, можно, применяя их к страницам одного типа. То есть, очевидно, что на Википедии, скорее всего, любая страница похожего свойства, посвященная, например, животным, имеющий такую карточку, при применении такой регулярки будет выдавать нам полезный контент, то есть, содержимое этой карточки. Соответственно, применяя xpass для полезного контента или бесполезного, мы можем убирать обвязку и оставлять только то, что нам надо. Значит, как, например, это на практике работает? То есть, можно задать, например, xpass автоматически, но для этого надо определить все-таки изначально, что является у нас полезным или бесполезным контентом. Как такой workaround? Дальше будет алгоритм поиска пересечений. В частности, простой такой способ это заставить человека вручную определить, что является, что хорошо, что плохо для определенного сайта. Ну, например, рекомендации на главной странице поиска mail.ru работают именно так, то есть, те сниппеты, которые появляются в информационных карточках, в информационных блоках, выбираются с помощью xpass, который заранее группа асессоров определяет для каждого пластера на сайте. В чем плюс? Очевидно, что человек формирует xpass очень точно, очень хорошо, так как может однозначно определить, какой контент будет полезным для той или иной цели. Минусы. Если сайт вдруг поменяет верстку, очевидно, что xpass станет невалидным. Почему это не такая большая проблема, как может показаться? На самом деле, для того, чтобы сайт поменял верстку, особенно большой сайт, а нас интересуют в первую очередь именно такие, нужно совершить очень много действий. То есть, во-первых, понятно, что там меняется сама верстка, формируются какие-то предварительные снимки страницы, значит, эти прототипы посылаются на утверждение, выкатываются на тестирование, в общем, проходит очень много времени, и сайты стараются лишний раз ничего в себе не менять, потому что, скорее всего, есть немаленькая вероятность, что у них от этого тоже что-нибудь пострадает. Так что, в общем-то, вот этот минус намного меньше, чем можно подумать. Если забыть о том, что можно заставить людей выбирать нужный нам полезный контент, то мы можем, например, автоматизировать извлечение контента. Есть такой подход, который называется style inbreeding. Inbreeding — это термин из животноводства, собственно, скрещивания животных. В чем он заключается? Мы считаем, что у нас, если документы находятся в одном кластере, и у них похожая обвязка, то в случае, если мы деревья будем пытаться между собой пересечь, то точное пересечение будет как раз приходиться на обвязку, а полезный контент будет отличаться. Итак, что мы делаем? Мы берем группу документов из одного кластера, берем их дом-деревья, причем здесь очень важный момент, нужно проверить, чтобы дом-деревья были валидными на случай, если вдруг на странице есть ошибка, либо какое-то поддерево внезапно перестало учитываться нами из-за того, что там закрылся, например, тег какой-то. Кроме того, нужно учитывать размер текста, как попавшего в пересечение, так и выпавшего за его пределы. Потому что очевидно, что если у нас есть какой-то маленький фрагмент текста, который стабильно не попадает в пересечение, но при этом лежит в отдельном поддереве, то мы можем сделать предположение, что это какая-то автогенерированная информация, я уже напоминала, например, время генерации страницы. То есть текст будет каждый раз разный, но он будет меняться. Возможно, там будет еще блок, который будет меняться полностью, в случае, если блок рекомендации, там будут меняться ссылки, то есть будут меняться еще и дерево, если учитывать его атрибуты. Смотрим, какие именно теги у нас попали в пересечение, то есть мы какие теги заранее будем считать обвязкой. Можно задать им веса и некоторых из них амнистировать, например. Ну и очевидное улучшение, что можно работать не только с тегами, но и с контентом, то есть в рамках одного кластера внутри сайта, если страницы были скачаны примерно в одно и то же время, ну плюс-минус, то, например, навигация у нас очевидно будет выглядеть одинаково, то есть контент можно тоже смело пересекать. Есть реализация этого алгоритма, называется Nine Folder. Собственно, вот у нас есть группа соседних документов. У них структура достаточно простая, линейная, то есть есть какой-то заголовок, дальше блок навигации, рекламный блок, естественно, полезный текст, который нам надо оставить и футер. Очевидно, что если разбить их на такие группы, то, ну, видно, что пересекаются первые три блока, это обвязка, футер тоже мы должны выкинуть и вот он полезный текст, который мы оставим. В реальности все намного сложнее, то есть здесь не один текст, здесь такие достаточно развесистые под деревья в каждом из блоков. Значит, во-первых, мы вот в эту группу должны помещать не просто какие-то документы с сайта, а, ну, очевидно, сад камней использовать, либо можно, например, по схожести вплоть до последнего сегмента пути. Это такое упрощение сада камней, то есть для того, чтобы не считать его для всего сайта, считаем, что если у нас включается только имя страницы, остальной путь совпадает, то, ну, скорее всего, это будут страницы с одного сегмента. В большинстве случаев это работает, на самом деле. Дальше, убираем все атрибуты, это нас спасает от случая, когда у нас перемешиваются ссылки в блоках, например. Оставляем только чисто исходные теги и текст, который лежит внутри них. Причесываем еще раз дом дерева, делаем его корректным. Дальше мы начинаем работать с HTML-тегами. Точно так же берем тег с включенным в него текстом и начинаем группировать вначале по горизонтали, потом поднимаясь вверх по дереву до тех пор, пока у нас текст не упрется в определенный предел. То есть здесь пределов может быть несколько. Во-первых, можно наращивать до тех пор, пока общий объем текста не достигнет какого-то порога, пока у нас прирост не перестанет быть достаточно большим, то есть мы увидим, что пошла уже чисто какая-то обвязка или там вложенные теги, украшательства всякие. Можно также смотреть на поддеревья, то есть не прибавлять к этим поддеревьям те поддеревья, у которых уже заведомо маленькая была длина текста. В общем, примерно такие же подходы, как у нас были в прошлых во всех алгоритмах, которые были local-based. Дальше. В итоге у нас получились из исходного дерева блоки, точно так же объединенные в дерево, но уже укропненные поддеревья. От каждого такого поддерева, от каждого такого блока мы считаем CRC32. В итоге, так как у нас дерево иерархическое, то получается все эти CRC32 мы можем выстроить однозначно в вектор. У каждого документа получается свой собственный вектор с хэшами. Очевидно, что если у нас какой-то блок является навигацией у всех страниц, то и хэш от этого блока, во-первых, он объединится, очевидно, что в один и тот же блок везде, то и хэш будет тоже совпадать. Соответственно, ищем среди всех множества этих векторов, находим общую наибольшую подпоследовательность, и именно эта подпоследовательность и будет обвязкой. Смотрим, каким поддеревьем соответствуют блоки, которые попали в эту подпоследовательность, и убираем их из исходной обвязки, из исходной страницы, очищая ее, оставляя только один полезный контент. Вот пример того, как он работает на практике. Вот еще одна википедийная статья, посвященная Аксаллотлю. Применяем инфолдер и видим, что в общем-то у нас остается действительно нормальный, чистый контент. Опять-таки спорный вопрос с тем, что делать, например, с блоками ссылок. То есть сюда они попали в первую очередь потому что здесь все страницы не видно, потому что основной текст, который шел раньше, как раз это получается у нас смерживание веток по горизонтали, был достаточно большой и полезный. Здесь текста не так много, но мы считаем, что общий удельный вес полезности получившегося под дерево будет еще достаточно высокий. Поэтому этот блок ссылок тоже туда включаем. Есть плохой пример. Например, главная страница антивируса нот 32. Здесь уникальный контент это только блок новостей. То есть все остальное это реклама, которая навешана на фреймах и фолдер ее выпиливает. Есть очень сложный пример. Напряглись. Если кто-то ответит на то, как здесь делать, получит дополнительные баллы. Давайте, собрали с мыслями. Открывайте страницу, смотрите на нее и скажите, как в ее случае можем удалить обвязку. То есть каким из предложенных алгоритмов. local-based, global-based, кто из них лучше всего сработает? Хотел настроить. Каким? Ну, например, какой? селениум. Почему нельзя пересечь все страницы? Эта школа может пересекать на селениум. Тем более, что форумы подгружаются иногда через яваскрипт сами еще какие-нибудь идеи есть? Ну, на самом деле селениум близко, но не совсем. Откройте исходный код страницы и вы увидите, что там текста нет. Тот текст, который вы видите, это джаваскрипт. Это все один сплошной джаваскрипт, который нормальный, значит, чистил тегов, выкидывается, потому что он не нужен как бы. Да, то есть не все так просто, как нам хотелось бы. Ну, теперь давайте перейдем к самой полезной с практической точки зрения проблеме, собственно, что мы будем дальше делать с этим знанием о дубликатах, которые мы получили. То есть есть у нас множество. Мы определили, что какие-то документы внутри него похожи друг на друга больше, чем на остальные, какие-то более уникальные. И что? как бы. Зачем? Зачем мы все это вообще делали? Можно хранить, главное, чтобы их не выдавать. Можно делать первую ссылку, и в ссылке указывают количество источников, где одна и даже информация. Причем в том порядке популярности, как мы сохраним все. Внимание, что мы будем понимать. Просто нам все надо будет одно оставить. Ну, в общем-то, да, по всему праву. По сайтам что-то надо написать. Можно сайтам, на которых много копипасты просто забанить. Отличная идея, на самом деле. Сейчас расскажу, как это принято делать. Значит, ну вот вернемся к прошлой лекции. Помните, водосвинка, она же копибара. Вот у нас было три страницы, которые можно найти в выдаче. В общем-то, они одинаковые, они нам не нужны, и КПД индексы из-за них падают в том числе. То есть у нас в индексе лежат лишние документы, вместо того, чтобы там лежали какие-нибудь полезные нужным пользователям. Значит, что мы можем делать с дубликатами? Можем их удалять полностью из индекса, оставлять какой-то только один. Значит, либо мы можем оставлять их все в индексе, если нам не жалко место, но в выдаче ранжировать их по разному, в зависимости от того, кто из них с более популярного сайта, кто с менее популярного и так далее. Значит, почему оба варианта имеют право на жизнь? Ну, очевидно, удалять из индекса понятно, то есть мы удаляем лишнюю информацию. Почему мы должны, например, оставлять больше, чем один документ? Ну, во-первых, люди привыкли к определенным ресурсам, то есть даже если какой-то сайт достаточно популярный, у большинства пользователей, всегда найдется категория пользователей, которые привыкли ходить на другой сайт. И если они его не найдут в выдаче, им это не понравится, они не станут кликать в предложенную ссылку, даже если она лучше, просто потому, что она им не нравится, они к ней не привыкли. Они в первый раз вообще видят такое название сайта. Поэтому надо учитывать еще и не просто самые популярные ресурсы, но и достаточно популярные. Дальше. Контент, очевидно, меняется, не стоит на месте. Как вы помните, нам надо было перекачивать страницы периодически именно по этой причине. И, соответственно, если мы удалим какой-то дубликат, потому что считаем, что он нам не нужен, может оказаться, что за это время, например, появились комментарии полезные. И человек откроет страницу, либо продолжился трет на форуме и найдет то, что ему нужно. Ну и, кроме того, контент не вечен. То есть будет очень глупо с нашей стороны оставить только одну страницу, чтобы в итоге узнать, что она ведет на 404 или что сайт лег. И получается, что никто из пользователей не получит доступа к той информации, которую они ищут. Это плохо. Пользователям это не нравится, нам тоже. Значит, нам надо оставлять несколько документов, но какой-то из них считать главным, собственно, на кого мы будем равняться. Итак, как мы определим главный документ? Если мы сможем как-то посчитать посещаемость, например. Так, кто более посещаемый, тот и главный. Мне кажется, ну, блин, а мусорные? Мусорные эти сайты, которые вечно не даются первым. С накрученными посещениями, очевидно. с накрученными. То есть... Это проблема, да. Сейчас. Мне кажется, надо... Сейчас. Во-первых, нужно точно какое-то время хранить по сайтам информацию, сколько раз они попадают в публикаты. Мне кажется, как раз вот прийти, что если... Чем чаще сайт попадает в публикаты, тем... Чем раньше это тогда можно срабатывать в Википедию. Да, Википедию. Ну, да. Я не подглянула слайд, честно, я тоже думала, что раньше в сети появилось. Ну, как это... Ну, как это... Направляется в данном случае мы ориентируемся в первую очередь на нашего спайдера. Мы считаем, что тот веб, который он не обкачал, до его происшествия не существовал. Мы обкачали его первый раз, значит, это именно та дата, когда документ появился у нас. то есть кто у нас появился раньше, будем считать, что он появился раньше в сети, потому что действительно мы не можем гарантировать, что какая-то другая информация о возрасте документа будет достаточно правдивой. Популярность ресурса, да, это самый очевидный подход к тому, чтобы выбрать главный документ. Для того, чтобы бороться с мусорной активностью пользователей, можно оценивать, если есть, конечно, такая возможность, во-первых, срок сессии, насколько уникальны пользователи. Дальше, я не знаю, рассказывали вам или нет тему про ранжирование уже. Там могли рассказать, например, про счетчики Леру, то есть лавинтернет на сайтах, которые согласны, устанавливают счетчики и учитывают активность пользователей. Насколько я помню, раньше они вычищали еще и мусорный трафик, то есть такой более-менее причесанный получался результат. Кроме того, можно использовать еще дополнительные метрики. В случае, если у нас появились они примерно одновременно, документы, и по популярности, в общем-то, они одинаково популярны. Значит, можно учитывать количество рекламы и обвязки на странице. То есть даже если сайт появился достаточно рано, но там очень много всплывающих баннеров и текст где-то там сажат в уголке, то вряд ли он понравится пользователю. То есть это как раз основной фактор, который мы должны учитывать, мы работаем для пользователя. Значит, результат должен ему понравиться. Соответственно, чем меньше страница будет раздражать человека, ее открывшую, тем она будет лучше. Ну, очевидно, что серебряной пули не существует. Как видели, алгоритмы, даже поиска дубликатов, абсолютно разные. Да, их можно померить по f-мере, но скорее всего можно подобрать случай, когда, например, для определенной коллекции будет подходить именно определенный алгоритм, особенно если мы его затюнем нужным нам образом. Про обвязку та же самая ситуация. То есть, как в случае, например, с рекомендациями, которые я упоминала, если мы можем позволить себе заставить асессоров обработать нужные нам документы, выделить там красивый контент, то почему бы не воспользоваться икспасом и, собственно, ручным трудом. Если нам надо обработать очень много разношерстной информации, например, много страниц по одной из каждого сайта, то мы уже не сможем позволить себе global-based алгоритмы, нам придется тюнить как-то local-based. То есть, как и во всех других случаях в жизни, все зависит от возможностей, целей и обстоятельств. Значит, соответственно, выбирать алгоритм нужно, исходя именно из этого. Ну и, соответственно, очистительные мощности тоже надо учитывать. Значит, они у нас не безграничны, как и предоставленное время на обработку информации. Собственно, спасибо за внимание. Отмечайтесь на занятии на сайте, ставьте оценки, делайте домашку. В следующий раз у вас будет разбор домашних заданий от Дмитрия и Яна.